Добрый день, у микрофона Александра Богданова. Сегодня поговорим о способах доставки грузов почты, работниках и ценах на отправку корреспонденции. В студии «Балтик Плюс» Сергей Владимирович Аронов, директор филиала «Почта России» в Калининградской области. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, Сергей Владимирович, расскажите, сколько посылок было принято и отправлено с начала 2024 года? Мы традиционно с очередными для себя рекордами работаем, растут объемы, как принимаемые в Калининградской области, почти так и так, которые к нам поступают. Если мы говорим о посылках, то уже за миллион перевалила цифра посылок письма, больше 10 миллионов письма уже получили и приняли в Калининградской области. В тестовом режиме отправляли посылки морем из Калининградской области и вообще в обозримом будущем. Насколько рассматривается вариант все-таки постоянной такой доставки? Да, у нас этот вариант в работе, в проработке. Мы для себя такую возможность в голове держим, пока традиционно работаем авиапочтой и железнодорожным сообщением. Сотрудничает ли Почта России с другими странами? Можно ли отправить посылку за рубеж и насколько это будет дороже? Да, конечно, порядка 140 стран. Мы имеем договоры, обслуживаем почтовое сообщение с этими странами, как национальный почтовый оператор. Поэтому, пожалуйста, в любом почтовом отделении вы можете прийти, отправить письмо или посылку. Перечень стран нужно уточнить либо на сайте Почты России, либо у сотрудника в отделении почтовой связи. Ну, а по ценам дороже, дешевле, примерно так же, как по России или зависит от расстояния? Там тарифы единые по всей России на международную почту. Зависит от страны, куда вы отправляетесь. Почта продолжает тестировать беспилотный электрический транспорт. В Москве в логистическом центре Внуково-2 уже применяется такой способ. Дошел ли он до Калининградской области? Пока нет. Пока пилот только в Москве. Вместе с тем мы прорабатывали еще в прошлом году совместно со структурами Росатома и Автотором возможности сотрудничества по электрическому автотранспорту. Но пока это в плане обсуждения в рабочем порядке мы обсудили, что по мере формирования линейки мы будем для себя такой вариант держать. Ну и с учетом компактности Калининградской области, может быть, мы пилоти попрорабатываем. Это именно об электричественном, не о беспилотном, а об электричественном транспорте идет речь. Ну, держим в голове такую возможность, с учетом специфики и компактности нашего региона. В принципе, запаса хода на электрических автомобилей для нашей области будет достаточно. А планируется ли открытие новых почтовых отделений в Калининградской области в этом году? Мы в этом году даже два пункта почтовой связи открыли буквально в мае месяце. Абсолютно новые точки в городе Калининграде. Там можно прийти и отправить письмо, посылку. Поэтому с удовольствием ждем наших клиентов в этих пунктах почтовой связи. Но пока в этом году только две. Пока, если вот про новые точки мы говорим, что это две. Также у нас мы продолжаем реализацию поручения президента по ремонту сельских отделений почтовой связи. То есть на текущий момент мы приступили к ремонту четырех отделений почтовых в Калининградской области. Я думаю, что к концу августа, начало сентября мы ремонт завершим. И жители населенных пунктов, где у нас идет ремонт, смогут оценить новое качество предоставления услуг. Каковы меры применяются для предотвращения мошенничества и отправки поддельных товаров? И контролирует ли это почта? Смотрите, если мы говорим о таком виде, скажем так, недобросовестных продавцов, когда заявляются, как правило, какие-то дорогостоящие брендовые вещи, а приходит что-то несоответствующее тому, что было заявлено на картинке, то здесь, конечно, покупателю надо очень внимательно осмотреть тот ресурс интернет, на котором он это выбирает, потому что, да, есть такие виды недобросовестных продавцов, которые обманывают потребителей. К сожалению, прием посылок, они отправляют, как физические лица, прием посылок идет в закрытом виде, и мы, как логистический оператор, мы не проверяем, что лежит в посылке. То есть даже, когда мы, например, говорим об отправке из Калининградской области, даже когда там таможенный контроль осуществляется, он все равно идет больше по документам, да, то есть там посылку физического лица никто вскрыть не имеет права, здесь тайна связи, да, тайна почтовой переписки, и поэтому здесь нужно покупателям быть внимательными и быть уверенными в том продавце, у которого они что-то приобретают. Ну вот вы сказали, упомянули про отправку товаров из Калининградской области, то есть их смотрят по рентгену. Да, конечно. Никто не вскрывает? Их не вскрывают, соответственно, если там какие-то сомнения возникают у работника Федеральной таможенной службы, соответственно, эта посылка возвращается в отделение там, где она отправлялась, и уже отправитель принимает решение. Будет он доказывать, что там все в рамках действующего законодательства, то, что он находится внутри, он может уже тогда прибыть, провести диалог, какие-то дополнительные документы предоставить сотруднику ФТС, чтобы было изменено решение, и посылка была выпущена, и поехала дальше к получателю. Расскажите, какой курс на развитие сейчас держите, и чему больше уделяется внимание? Работаем в рамках линь-технологий, да, над совершенствованием производственных процессов, их ускорение, сокращение издержек. В прошлом году мы совместно с одной из структур Росатома такой проект по поручению губернатора Калининградской области реализовывали. В два раза мы сократили время по обработке почтовых угонов здесь, в Калининграде, как на прием, так и на выпуск в результате внедрения линь-технологий. В принципе, дополнительно цифровые сервисы мы продолжаем внедрять с точки зрения получения услуг, например, при получении посылки помимо электронной подписи, смс, уведомления под QR-код, можно получать свою посылку или письмо, да, то есть это также сокращает время обслуживания, и дополнительное удобство и нашим сотрудникам, и клиентам создаёт. Ну вот если сравнивать с помощью, с появлением электронной очереди, которая по талонам уменьшилась, ли количество людей в почтовых отделениях, и ускорилась ли работа? В первую очередь это больше для нас индикатор, там где нужно что-то поменять с точки зрения численности сотрудников, да, чтобы мы понимали, какой клиентопоток по времени, как у нас распределяется, да, сколько людей, операторов в окнах нам нужно, какое время дня, какое время недели, да, в зависимости от загруженности, сезонности, времени дня, времени месяца, да, когда у нас пиховая нагрузка, да, на менее активно, да, поэтому электронную очередь, ну и с одной стороны, да, это удобно нашим клиентам, чтобы понимали, кто за кем стоит в очереди, но в любом случае мы работаем с нормативом, что не более 10% ждут больше 10 минут в очереди, и в большинстве отделений мы успешно этот норматив выполняем, но там где есть, оперативно очень работаем, добавляем людей. Ну вот в прошлом интервью мы говорили с вами о пиковом сезоне, напомните еще раз, какой самый пиковый сезон на почте? Да, конечно, ноябрь-декабрь, сейчас у нас минимальная нагрузка в течение года в июне приходится, да, сейчас, потому что к августу мы уже начнем ощущать опять увеличение сезонного количества посылок, в первую очередь, да, писем, и уже с августа начнем готовиться в пик, к ноябрю, к декабрю. Ну это те люди, которые заранее отправляют подарки на Новый год? Ну просто в логистике, ноябрь-декабрь, в принципе, во всех компаниях самый пик, да, пик деловой активности, как раз на этот период проходит, и, конечно, новогодние подарки они тоже добавляют, вносят свою лепту в нагрузку. Ну что ж, вот недавно в некоторых почтовых отделениях изменилось время перерыва и составляло по 2-3 часа в день, в интернете много об этом писали и жители, и СМИ, а позже в пресс-службе рассказали, что это связано с дефицитом сотрудников. Скажите, какая сейчас ситуация с операторами почты и сколько сотрудников не хватает? Ну, данный случай, он говорит о большом внимании населения к нашей работе, на самом деле это был единичный случай, я знаю это отделение, там, естественно, был форс-мажор, это был один день, когда мы приняли решение, чтобы обеспечить пикевое время нагрузки обслуживания клиентов в утренние и вечерние часы, чтобы обработать почту, которая пришла, днем немножко увеличить время, когда мы не обслуживаем клиентов, чтобы в этом отделении мы успели обработать почту, поэтому вопрос был одного дня, подкрепили из других отделений сотрудниками, сейчас в стандартном режиме это отделение работает. В целом, конечно, летом, да, период отпусков, понимаем, особенно наши приморские муниципалитеты, там, особенности рынка труда, да, очень большой спрос в связи с турсезоном, особенно в туристической сфере, поэтому такое давление определенное на рынке труда в этих населенных пунктах есть, мы его ощущаем. Летом мы очень активно работаем со школьниками, буквально начиная с 14 лет мы новых сотрудников принимаем, как правило, на период летних каникул, так что, если у кого-то есть желание попробовать своей силой и получить первый трудовой опыт, мы с удовольствием ждем, даже молодежь, подростков в возрасте от 14 до 18 лет с удовольствием посотрудничаем, дадим возможность и проявить себя, и заработать свои первые деньги, ну и, конечно, да, мы активно всегда на рынке труда смотрим, мониторим, если есть такая необходимость, своевременно индексируем, заработные платы, да, для нас укомплектованность очень важна, буквально там на еженедельном контроле я с коллегами эти вопросы рассматриваю и очень внимательно и оперативно реагируем там, где у нас, например, возникают какие-то ситуации, мы оперативно их решаем, закрываем. Ну, вообще как, молодежь идет работать и сменяет ли она уже взрослое поколение? Вы знаете, у нас, наверное, еще пять лет назад, да, был перекос в сторону именно старших возрастных групп в числе сотрудников. Сейчас ситуация выровнялась, она, наверное, больше похожа на, в целом, полувозрастную премию, да, конечно, женщин у нас больше, особенно в отделениях почтовой связи, соответственно, но я бы так не сказал, что только старшего возраста у нас люди работают, да, молодежь приходит, работает, наш прибалтийский судостроительный колледж готовит, специалистов именно по почтовому делу то есть такая специальность, мы постоянно принимаем студентов на практику, потом часть из них приходит к нам, остаются у нас работать, поэтому... Ну, вот как вы думаете, почему в наш век цифровых технологий мы снова обращаемся к письменному жанру, отправляем открытки, мы немного уже говорили об этом на прошлом интервью, но вот как вы думаете? Ну, тактильные ощущения никто не отменял, да, одна история, когда вот там смартфон, телефон подержали в руках, другая, когда все-таки живая открытка, да, то есть или там письмо, это всегда приятно, другие совсем ощущения, ну и опять-таки если с душой подобрана открытка и написано письмо, мало кто его выбрасывает, потом перечитываются и не один раз, кстати, как правило поздравления или просто там человек в какой-то регион поехал, да, другой туристом и... Из этого города отправил. ...присылает привет, да, это же материально, но остается. Внедряются ли сейчас новые технологии и нейросети в работу почтовых отделений? Могут ли они в будущем заменить все-таки сотрудников операторов? Здесь еще раз подчеркну, да, мы идем в ногу со временем, со временем технологии внедряем, понятно, что одна из задач это сокращение времени обслуживания, поэтому здесь те технологии, которые направлены на цифровизацию, на оптимизацию процессов, они тестируются, применяются, ну и если даже сравните те почтовые офисы, которые были там опять-таки подчеркну 5 лет назад, да, и то, что сейчас есть динамика и заметна разница. В этом году, 14 июля, отмечается Всероссийский день почты и этот год юбилейный. Да, 30 лет Российской почты, 30 лет назад, в 94-м году госпрезидента был подписан на формирование, поэтому да, мы планируем собрать большое количество сотрудников здесь, в Калининграде, почти половину коллектива мы соберем, концертная программа, поздравления руководства области, планируют статус. Труд наших коллег очень важен, да, и мы хотим, чтобы люди оценили то внимание, которое и руководство региона проявляет к работе. Будете ли выпускать какую-нибудь специальную красивую марку к юбилею? Ну, здесь, наверное, расскажу о том, что было, даже больше у нас в апреле наш регион активно отмечал 300-летие со дня рождения Ханта, и вот проводили мы церемонию трудностного оглашения всего в двух городах Москвы и в Калининграде, это было, 300 лет, Мануилу Ханту очень большая активность была от филателистов, и в целом просто от неравнодушных наших клиентов, да, то есть очень большой был спрос на эту марку, и действительно такое уникальное событие, в том числе и зарубежные филателисты вовлеклись в процесс. Ну что ж, я напоминаю, что в студии «Балтик Плюс» был Сергей Владимирович Аронов, директор филиала «Почты России» в Калининградской области. Спасибо, что пришли. Спасибо.